Набор будет идти по новым правилам. 15 человек представит губернатор края. Приглашение кандидатом Вениамин Кондратьев подписал во время встречи. Столько же человек от регионального законодательного собрания, после чего они выберут еще 15 новых членов общественной палаты. По мнению Вениамина Кондратьева, важно, чтобы прежде всего это были мощные эксперты и неравнодушные к жизни края люди, которые станут помощниками власти в решении различных проблем. Что сегодня происходит объективно? Сегодня власть слышит само себя. Вот те доклады, которые сама себе и пишет. А мне важно, чтобы власть не только сама себя слышала, но и то, что на самом деле говорит народ, а власть может быть друг другу не докладывает. Сегодня основная задача в моем понимании предназначения общественных палат это объективная информация, которая должна доходить до власти о состоянии гражданского общества. А ваша основная задача это, чтобы информация была объективной. Очень хороший путь вы нам подсказали во время нашего пленарного заседания. Это организацию в муниципалитетах края общественных палат муниципалитетов. И здесь у нас в крае в 10 муниципалитетах есть общественные палаты. Они очень хорошо работают. Они ведь работают на то, чтобы слышать население, чтобы каждый человек знал, что он не один. Также во время встречи подвели основные итоги работы общественной палаты края за минувший год. Как отметил Вениамин Кондратьев, члены палаты принимали активное участие в нулевых чтениях законопроектов. И почти 75% замечаний депутаты потом учли при редакции законов. Работа общественной палаты края, на мой взгляд, очень эффективна сегодня. И краевая общественная палата является вот тем зеркальным отражением проблем. И эти проблемы обозначают перед властью. Проекты законов, которые на нулевом чтении через вас прошли, где вы не просто их пролистнули, а где вы их проработали и несли конструктивные где-то дополнения, где-то изменения. И при том, к вашим изменениям и законодательное собрание края, и органы спорта власти прислушались, и они уже нашли отражение в принятых законах. Ну и при выборах законодательного собрания края, я тоже уверен, что вы не будете стоять в стороне, а тоже примите активное участие. Вы лично, как вы для общественной палаты, и члены общественной палаты, что позволит нам еще раз получить гарантию того, что выборы законодательного собрания будут прозрачными, честными. И все, кто на самом деле достоин быть депутатом законодательного собрания края, им станет. В конце встречи Любовь Попова передала главе региона доклад о состоянии гражданского общества за 2016 год. В нем также детально отражены все итоги работы краевой общественной палаты.